МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Смотрите в этом выпуске. Ремонт дорог в разгаре. В Самаре обновляют дорожное полотно на улице Лесная. Узнать больше об истории родного города. В Самаре проходят познавательные лекции. Году российского кино посвящается. Городское общество инвалидов отметило 120-летие кинематографа. 35 тысяч первоклассников сегодня впервые приняли участие в торжественной линейке, посвященной Дню Знаний. Всего же в Самарской области за парты сядут больше 310 тысяч человек. И сегодня же в Самаре открывают сразу две новые школы в Крутых Ключах и Волгаре. Они полностью соответствуют современным стандартам образования. Учебное заведение в Кошеле в проекте рассчитано на 1360 учебных мест. Школа в микрорайоне Волгарь готова принять тысячу учеников. Напомним, это первые школы, построенные в регионе за последние 20 лет. Наши корреспонденты сейчас работают на открытии. Подробные репортажи смотрите в наших следующих выпусках. Белых бантов здесь не встретишь. Полсотни мальчишек из разных регионов страны пополнили ряды слушателей Самарского кадетского корпуса МВД России. Свои двери для учеников он открыл в позапрошлом году. С тех пор ни один кадет не был отчислен. О подготовке новобранцев ко Дню знаний расскажет Павел Баймаков. Дождь не помеха, форма с иголочкой, боевой дух на высоте. Этого дня многие мальчишки ждали все лето. Последние его деньки готовились к торжественной линейке на плацу. Денис Сирачев с выбором профессии определился еще в школе. Первокурсник хочет стать полицейским. Эта профессия хорошая тем, что защищаешь гражданских и понимаешь, что ты защитник своей и патриот своей родины. Здесь работают настоящие мужчины. С не меньшим волнением Дня знаний ждали и те, кто учится здесь не первый год. Старослужащие делятся с новичками опытом. Да, помогаем освоиться тут. Все время даем советы какие-нибудь. Они сами к нам подходят и спрашивают. Растить кадры с молоду – задача, которую ставит перед собой руководство областного главка МВД. По словам Сергея Солодовникова, учеба в кадетском корпусе – хорошая школа жизни для каждого курсанта. Фундаментальные основы, которые закладываются здесь – это в первую очередь принципы государственности, служение своему собственному отечеству. И несомненно, то поколение, которое сегодня здесь обучается, во многом завтра пополнит ряды сотрудников органов внутренних дел в основе своей. Это альмаматор, и надо из него делать альмаматор учебных заведений МВД России. Для эффективной учебы нужна крепкая материально-техническая база. В прошлом году было принято решение о передаче здания Центра профподготовки областного главка к кадетскому корпусу. В ближайшем будущем на его территории также построят новое четырехэтажное здание спального корпуса. Кстати, поступить в кадетский корпус смог не каждый желающий. Из 80 поданных заявок жесткий отбор прошли только 50 человек. В течение летнего периода отбирают кандидатов. Они проходят военно-врачебные комиссии. И потом личные дела обучаемых приходят в самарский кадетский корпус. Они прибыли к нам уже 21 числа, 21 августа. Прошли тестирование психологическое, физическая подготовка. Пока руководители и офицеры обсуждали планы на будущее, кадеты отправились в классы. Через несколько лет им предстоит нести ответственность за безопасность жителей Самарской области, а может быть и всей страны. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. На улице Лесная укладывают новый асфальт. Комплексный ремонт рассчитан на пару лет. В следующем году здесь приведут в порядок газоны и тротуары, поменяют светофоры, дорожные знаки и остановки. На каком этапе ремонт находится сейчас в репортаже Валерии Макаровой. В этом деле главное соблюдать технологию. За этим тщательно следят несколько десятков специалистов. Толщина верхнего слоя асфальта, которую укладывают на улице Лесная около Кенапа, должна быть ровно 5 сантиметров. Температура смесь от 150 до 170 градусов. Работа жаркая, хотя ночью выдалась холодная. Здесь идет ремонт комплексный, а значит масштабный. В рамках комплексного ремонта предусмотрена замена портовых камней, замена люков, колодцев, частичный ремонт оснований проезжей части, где вылезли слабые места, ремонт тротуаров, ремонт газонов, устройство придорожной плиты. Шесть многотонных катков и два асфальтоукладчика. За смену такая команда продвигается на 6000 квадратных метров. Гарантию на свою работу подрядчик дает 5 лет. Если за это время появятся дефекты, фирма устранит их за свой счет. Каждый этап ремонта на контроле у общественников и специалистов. В целом по Самаре план ремонта дорог обширный. В этом списке более 80 улиц. Там много лучше дороги стали. То есть и больше улиц сделали. Считаю, все центральные улицы сделали. Гораздо лучше, чем предыдущие годы, точно лучше. Более 53 объектов будет отремонтировано картами свыше 100 метров погонных. И ряд объектов будет отремонтирован комплексным ремонтом. Это улица Лесная, Северо-Восточная магистраль. Ремонт картами свыше 100 метров. Это проспект Кирова. Это Советская армия. Из бюджетов всех уровней на ремонт самарских дорог выделяют более 2 миллиардов рублей. На части дорог работы продолжится в 2017 году. И уже сейчас формируется перечень новых объектов, которые начнут обновлять в следующем году. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. Сначала появилась крепость и лишь через 100 лет город. С чего начиналась Самара, как менялся ее ландшафт и застройка в разные эпохи. Об этом жителям областной столицы рассказал самарский экскурсовод, краевед Александр Житков. В честь 430-летия города Самарская газета проводит цикл бесплатных открытых лекций. На них выступают известные самарские историки. Лекции проходят еженедельно. Количество мест в зале ограничено. Обязательно предварительная запись. Забронировать место можно по телефонам, указанным на экране, а также по электронной почте. Многие слушатели посещают лекцию уже второй раз. Лекторы очень понравились. Просто такой уровень. Очень понятно, интересно. И я думаю, что если уж давать материал, то именно на таком уровне. История Самары больше 400 лет, достаточно длинная, событиями насыщенные. Есть свои этапы. Ну и кроме того, хотелось бы развеять некоторые мифы, которых благодаря интернету сейчас достаточно много бегает по городу. Ну и жить в городе, не понимая, где ты живешь, что вокруг тебя находится, думаю, людям неуютно. Поэтому интересуются, спрашивают и приходят на вот такие лекции. 120 лет назад состоялся первый киносеанс. В Петербурге показали знаменитое прибытие поезда. С этого момента начался отчет истории отечественного кинематографа. В год российского кино в стороне не остается и Ленинский район Самары. В общественной организации инвалидов показали новый фильм, посвященный жизни города. Олег Зверев стал одним из зрителей. Новый фильм о Самаре ставит акцент на одной из самых ярких достопримечательностей города. Это набережная. Творческая группа решила назвать его «Самара. Волга. Пляж». Известный самарский кинодокументалист Борис Кожин представляет картину широкой публики. По инициативе администрации Ленинского района мероприятие, приуроченное к году российского кино, прошло в районной организации инвалидов. Главное событие – просмотр фильма о Самарской набережной. Есть отдельный город, отдельное государство, отдельное совершенно, со своей неписанной, но строго исполняющейся конституцией. Это пляж Самары. Кино надо смотреть. Посмотрите, может быть, вы стоите чуть-чуть другим, а самое главное, еще больше будете любить эту удивительную страну под названием Самара. Любить Самару – главное, чему надо учить новое поколение горожан, так считают в организации. А потому фильмы патриотического направления должны стать культурным достоянием города. Их надо снимать больше, чтобы в таких картинах расставлять акценты на малоизвестных, а порой и неприметных сторонах его жизни. Мы же все патриоты своего города. Мы свою Самару любим, бережем. Мы готовы все сделать для того, чтобы поддержать, развиваться нашему городу. Поэтому говорить о том, что чем больше людей увидит этот фильм, тем лучше. И сегодня для представителей организации подготовлен еще один сюрприз. Наиболее заслуженным из них вручен почетный знак Кубышев «Запасная столица». Награду вручили житель Ленинского района, ректор Национального исследовательского университета Евгений Шахматов и замглавы районной администрации Натальи Хорошева. Все-таки большинство членов организации инвалидов – представители старшего поколения и внесли весомый вклад в развитие города. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Далее, коротко о других темах дня. Сегодня по улице Ташкентской снова пошли трамваи. Движение по обновленным путям открыто. Ремонт начался в июне в рамках реконструкции Московского шоссе. Несколько месяцев трамваи следовали по укороченной схеме. В ближайшее время предстоит благоустроить участки, а также оборудовать остановочные павильоны. Шутника, который сообщил о ложном заминировании аэропорта, на полтора года отправили на исправительные работы. Инцидент произошел весной этого года. В правоохранительные органы поступил звонок о том, что воздушная гавань заминирована. Всех посетителей и сотрудников Курумыча эвакуировали, но взрывчатых веществ в аэропорту не нашли. Аэропорт оценил ущерб в 1 миллион 300 тысяч рублей. Из-за неудачной шутки Курумычу пришлось отложить пять рейсов. Появилась в визуализации проекта реконструкции проспекта Карла Маркса. Длина магистрали в черте города составит 7,7 километра. У нее будет две трехполосные автомобильные дороги и 22 автобусные остановки. Будут сделаны велодорожки и тротуары, каждый шириной 3 метра, а также лоты для парковки автомобилей. За пределами города на магистрали центральная, длина которой 11,3 километра, также предполагается сделать шестиполосные движения с тремя разноуровневыми развязками. В Кенельском районе открылся первый в регионе крупный кинологический центр Приволжского таможенного управления. На его территории расположено 20 вольеров, площадки для выгул и тренировки служебных собак в условиях, приближенных к реальным. Для прохождения курса повышения квалификации центр уже принял первую группу из 14 специалистов-кинологов. Для служебных собак пройдет аттестация в номинациях по поиску табачных изделий, наркотических и психотропных веществ. В пятницу, 2 сентября, в Самарской юношеской библиотеке на один день откроется школа рока. Вход свободный, по читательским билетам. Если билета нет, нужно взять с собой паспорт. На проспекте перед библиотекой устроят соревнования по игре на воображаемой гитаре. О Большом зале состоится показ легендарного концерта «Квинн». А в летнем читальном зале будет проведен рок-н-ролл-ликбез. Кроме того, в программе прослушивание коллекции рока на винилах. Это еще не вся картина дня. Сейчас к эфиру готовятся следующие материалы. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до встречи!